Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Дмитрий. Добро пожаловать в мой влог. Здесь мы говорим, обсуждаем и дегустируем виски. Сегодня у нас виски обзор номер 35 и будем говорить сегодня об очередном шотландском виски, об очередном бленде. Как вы уже заметили, наверное, я делаю обзоры блендов тоже, потому что считаю, что бленды, во-первых, периодически надо к ним возвращаться, во-вторых, как я все время говорю, никогда не надо на чем-то одном зацикливаться, и в-третьих, считаю, что есть очень даже достойные сильные бленды, которые мне очень нравятся и рекомендую вам. Сегодня мы будем говорить о вот этой вот бутылочке и о виске, которая называется Gesterinian Brooks, или в простонародье GNB. Все вы наверняка знаете этот бренд GNB. Сегодня у нас бутылка, которая называется резерв, GNB резерв, 15 лет выдержки. Что бы я хотел сказать, видите, уже, наверное, я уже налил, налил и капнул чуть-чуть воды, и сделал я это абсолютно по причине того, что, забегая вперед, скажу, что этот виски нужно ему дать постоять. То есть, когда вы налили в стакан, особенно если только открыли бутылку, налили в стакан, если вы хотите почувствовать весь букет и все то, что содержится в этом напитке, нужно дать ему время, нужно дать ему как минимум 15 минут. 10-15 минут. Опять же, если вы все помните золотое правило, которое мы все знаем, год, каждый год выдержки, минута дать постоять. То есть, соответственно, 15 летний виски, минимум 15 минут дать ему постоять. Чаще всего это правило железно работает. Так вот, я налил уже немножко 5 минут назад где-то. Сейчас мы поговорим немножко об истории. 1749 год. Парень по имени Джиакомо Джастерини или Гвастерини, как его называли в Италии, из Болонии, переезжает по зову сердца в Лондон. Переезжает он, следуя за оперной известной дивой того времени, не знаю, как ее зовут, но это не важно, которая жила в Лондоне, приезжала на гастроли в Италию, в которую он влюбился без памяти и решил все бросить в Италию, переехать из-за этого в Лондон. В Лондоне он знакомится с англичанином по имени Джордж Джонсон. Джордж Джонсон, и вместе они открывают бизнес. Парень он был, Джиакомо, предпринимательский такой, то есть пробивной. И он был из семьи, точнее его дядя тоже дистиллировал алкогольные напитки. Не скажу, что именно он дистиллировал. Скорее всего человек, который середина 18 века в Италии, скорее всего, наверное, какую-нибудь граппу. Но, в принципе, вы же знаете, что, в общем-то, процесс дистилляции коньяка, виски, граппы и прочих других алкогольных напитков рома, он, в общем-то, плюс-минус одинаковый. Исходное сырье, конечно, разное. Виски мы используем зерновые спирта, в блендах смесь зерновых и солодовых. Граппа, соответственно, делается из виноградного сырья, из виноградного спирта, так же, как и коньяк. Но не в этом, не суть. Вместе с собой, то есть, приехав в Англию, он привез еще с собой несколько рецептов интересных коктейлей из Италии, дядиных рецептов. И с Джорджем Джонсоном они открыли компанию, которая занималась продажей вина. Продажей вина, и делали они ликер. Тоже. В 1760 году, прожив немногим более 10 лет, Джоакомо возвращается в Италию и продает свою долю бизнеса Джорджем Джонсоном. Причем, самая что интересная деталь, в этом же году, сразу после этого, Джордж Джонсон получил, так называемый, Royal Warrant. Что такое Royal Warrant? Royal Warrant это документ, который давал производителю или компании, причем это могла быть и компания любая, связанная с чем угодно, то есть, напитки, еда и прочее, прочее, прочее. Это давало право этой компании официально заявлять, что они поставщики королевского дома. То есть, такой Royal Warrant, в общем-то, автоматически поднимал статус компании очень сильно. Причем, допустим, британский королевский Royal Warrant, он, в общем-то, имел вес во всей Европе, потому что многие страны того времени, Европа была, были монархией, середина 18 века, вот, такие как бельгийская, шведская, датская и прочее, прочее, прочее. И это давало им также, в общем-то, очень серьезную рекомендацию выходить на более широкий уровень за рамки, в общем-то, компании. Не только им, вообще я рассказываю про, что такое Royal Warrant. Так вот, один из первых своих Royal Warrant, вот, точнее, первый они получили в 1760 году. Забегая вперед, скажу, что у GMB на сегодняшний день 6 таких Warrant. Вот, они до сих пор, как бы, номинально являются поставщиками королевского дома. Кстати, есть несколько довольно известных дистиллирий, известных домов, которые тоже имеют Royal Warrant, в частности, если вы знаете такое виски, которое называется Royal Loch N'Gar, это, оно так и называется Royal, то есть королевское, король Джордж в свое время, понравилось, побывав на дистиллирии, понравилось ему это виски, вот, и разрешил он, то есть, соответственно, получил этот, это дистиллирия Royal Warrant, и, соответственно, имели право и захотели, они назвали вот так вот, Royal Loch N'Gar. Сегодня, кстати, неплохой виски, спейс-сайд, вот, может быть, в будущем я сделаю его обзор. Очень достойное тоже, очень хорошее, типичный такой спейс-сайд. Что дальше? Соответственно, в 1831 году фирму купил парень по имени Альфред Брукс у Джорджа Джонсона, вот, и оставил, при этом компания переименовалась, и он оставил, соответственно, Джестеринью, потому что, в общем-то, имя красивое, он оставил как первого основателя компании, переименовал это в Джестериньен Брукс, что до сегодняшнего дня она так и называется. В течение истории переходила, и многие владельцы были, меняла владельцев несколько раз, она особенно в последнем, уже в 20 веке. Интересная деталь. Во время такого известного всем катаклизма, как Сухой закон в Соединенных Штатах, G&B, именно во время еще, когда начался Сухой закон, разработали виски, которые, то есть, придумали бленд, и доработали, разработали его, такой, как мы называем, G&B Rare. То есть, всем известный сегодня обычный G&B, который, как я уже сказал, не собираюсь его дегустировать, потому что не считаю его достойным напитком. Но интересная деталь, он был разработан именно в этот период. В тот период, когда многие дистиллилии в Шотландии закрывались или были законсервированы. G&B как раз разработала на тот момент, они предвидели, что все-таки Сухой закон – это очень вещь неестественная и не может продолжаться вечно. И поставить сделали ставку на разработку бленда, который бы понравился американскому потребителю. И после, в 1933 году, как раз когда отменили Сухой закон, они очень сильно вышли на американский рынок, в частности, вся зона Нью-Йорка и окрестности, соответственно, они имели очень большую долю продаж там G&B Rare, вот этот вот именно вид и тип виски, которые... Интересная, кстати, деталь в плане Сухого закона еще. Как мы знаем, я уже рассказывал об этом как-то, что Лафроек был единственным напитком, точнее шотландским виски, который официально можно было завозить в Соединенные Штаты во время Сухого закона, потому что так называемая панель или так называемая комиссия по Сухому закону, которая заседала, которая решала, что можно, что нельзя завозить в Соединенные Штаты, именно во время Сухого закона, они приняли решение, что Лафроек, он был настолько специфичный, настолько торфяной, настолько, на их взгляд, был непригодный к питью просто, чтобы пить, то они его определили как медицину и можно было завозить его спокойно в Штаты. Это был единственный, кстати, виски шотландский, который официально можно было завозить. Но при этом очень большая доля виски, которые завозили бутлегеры, всем известные, или простонародие мафии, которая во время Сухого закона очень сильно, как мы знаем, получила огромный толчок, огромные финансовые возможности, и, в общем-то, по сути, можно считать, начало развития действительно большой американской мафии, в частности, итальянской, именно во времена Сухого закона. Так вот, в тот момент, естественно, все производители шотландского виски были немножко, поскольку это был самый большой рынок сбыта в то время, и, как я уже сказал, многие дистиллилии закрылись, или были законсервированы, или обанкротились, те, которые были ориентированы особенно на продажу в Америку. Так вот, объединение виски-производителей, шотландских виски-производителей, собрались, не помню в каком это году было, где-то в 20-х годах, они собрались на встречу, секретную причем, и решили, что все равно они будут, хоть даже нелегальными путями, то есть будут не препятствовать, а способствовать тому, чтобы виски, шотландский виски, нелегально все же поступал в Америку. И благодаря, отчасти много благодаря этому, в общем-то, доля того нелегального виски, которое завозило в Штаты именно во время сухого закона, оно было именно шотландским виском. Хотя основное, поскольку мы знаем, пограничный, самый легкий путь был именно везти из Канады, там, где сухого закона, слава Богу, никакого не было. Кстати, в те же годы очень сильно развился шотландское производство виски, и, точнее, простите, оговорился, канадское производство виски, именно благодаря сухому закону, потому что были целые дистиллирии, которые работали чисто на заказ из Америки, которые через бутлегеров, через, вы знаете, все эти сети и связи гнали туда виски. Ну, это вот, что касается этого. В 1950 году у нас G&B объединилась с другой компанией, и назвали они себя United Wine Traders. Была объединена компания, которая, в свою очередь, в 1972 году стала называться Grand Metropolitan. Это Grand Metropolitan слилась с Гиннесом в том же 1972 году, и впоследствии стала называться Diageo. То, что сегодня, в общем-то, Diageo является на сегодняшний день владельцем вот этого бренда, который мы все знаем, G&B. Честно, как я уже сказал, обычный G&B абсолютно не на мой вкус, я не считаю его хорошим виски, и покупать его тоже никогда не собираюсь. Но я считаю, как и во многих обычных брендах, таких как Ballantines, например, таких как Grands, таких как Dewars и прочее-прочее, у них есть у всех серии, специальные серии, которые более выдержанные. И я считаю, что многие из них очень достойные виски. И в частности, вот этот G&B 15-летний, на мой взгляд, тоже очень-очень-очень достойный. Ну, давайте его продегустируем, и потом немножко еще поговорим. Очень. Скажу вам сразу, вот я закрыл, запахи у нас сконцентрировались, постоял он примерно минут 10-12, может быть, даже чуть больше. И у нас сразу возникает, когда вы его только наливаете, вот если вы его только налили и понюхали сразу, не добавляя воды, у вас сразу же идут нотки вот именно зерновых спиртов, причем они очень доминируют. То есть явно выраженные, они абсолютно четко доминируют, и нет вот этого вот букета, который открывается тогда, когда вы даете виски постоять. Вообще, я это постоянно повторяю как аксиому, вот, но я советую вам, всегда советую вам, виски, которые выдержаны, те, которые имеют уже как бы средний возраст, 15-18 лет, дайте им постоять. Дайте им постоять, и они вас вознаградят, эти виски вас вознаградят за ваше терпение. Смотрите, покажу вам сейчас. Помните, я рассказывал, по ножкам можно определить, по скорости, как они спускаются, можно определить плюс-минус возраст. Видите, очень медленно, очень маслянисто. Скажу сразу, вы, наверное, обратили внимание на цвет, вы все обратили внимание на темную бутылку, в этом случае она, правда, коричневая, обычно зеленая, вот, но отдать должное G&B, даже тот Rare, о котором я говорил, который, на мой взгляд, не Rare, а Raw, вот, но даже тот обычный G&B, они его бутылируют в зеленую бутылку, и это потому, что, вы видите, какой светлый цвет, абсолютно точно можно сказать, что нету тут добавок карамеля. Кстати, обычный молодой вот этот G&B, они тоже не добавляют карамель, он тоже имеет очень такой светлый цвет, вот, что, в общем-то, очень хороший признак, и респект им за это. Вот, цвет натуральный. Что у нас на нос? Вот сейчас уже я нюхаю, у меня уже нету вот этой доминанты зерновых спиртов, в частности, в частности, кукурузных, потому что, ну, как мы все знаем, бленды – это смесь солодовых спиртов и зерновых спиртов, чаще всего кукурузных. Очень редко добавляют ржаные, поскольку ржаные виски у нас на сегодняшний день не так распространены. Кстати, индустрия ржаных виски была очень развита в Америке в начале 20-го века, как раз до Сухого закона. И вот одно из очень негативных последствий самого Сухого закона было как раз почти полное уничтожение вот этой индустрии ржаных виски. После Сухого закона возобновили дело производства бурбонов, естественно, но ржаные виски никогда не вернулись на тот уровень. Сегодня, кстати, скажу сразу, зерновые виски в тренде опять, и зерновые виски получают очень даже серьезные хорошие отзывы и оценки. И опять многие компании по новой начали выпускать какие-то специальные релизы, которые чисто ржаные. У меня есть бутылочка, которую я уже пробую, скажу, забегая вперед, и я планирую сделать обзор ее, тоже американский ржаной виски. Очень интересный, кстати, и достойный абсолютно того, что вы о нем поговорите. Мы отвлеклись. Окей. Что у нас сразу? У нас, мы чувствуем, скажу сразу, в этом купаже присутствует как, соответственно, спирта минимум 15 лет. Скажу сразу, что в нем присутствует и спирта, которым больше лет, возможно, 18, возможно, даже какой-то маленький процент и более выдержанных спиртов. Довольно большой процент здесь, допускаю, наверное, процентов 40, может, 45, а может быть, даже 50 именно солодовых спиртов. Причем доминирует здесь в основном спирта из Спейсайда, но при этом тут и есть у нас и торфяные спирта, в частности, колыла. Это я знаю точно, колыла тут присутствует, не столько на нос, потому что нету вот этих торфяных ноток именно на запах, но, забегая вперед, скажу, что на вкус они присутствуют. Они присутствуют на бэкграунде, но мы их чувствуем. У нас что у нас? У нас, ну, как я уже сказал, зерновые оттенки сейчас, но они уже довольно сильно смягченные, то есть они уже не доминируют. У нас доминируют как раз ноты Спейсайда. У нас есть яблочная тона, у нас абсолютно точно фруктовая тона, сироп, фруктовый сироп, такой, чисто такой Спейсайд. У нас груша немножко присутствует здесь, такие нотки груши, причем вчера я сидел вечером тоже над этим напитком, очень явно я почувствовал в один момент мне прям очень явно выраженные грушевые какие-то тона вот такие, вообще какой-то такой, знаете, смесь фруктовая корзинка такая, я бы сказал. Ну и немножко, немножко все-таки даже на запах есть у нас вот эти вот дымок чуть-чуть, чуть-чуть, наверное, присутствует все-таки торф, хотя доминирует тут все равно Спейсайд. Давайте попробуем на вкус. А вот на вкус у нас как раз доминируют тона именно именно вот эти вот дым, костер, у нас присутствуют фруктовые зерновые оттенки и у нас мы чувствуем торф, причем на вкус он чувствуется гораздо больше, чем он чувствуется на запах. Это интересно. Помните, я говорил в одном из своих обзоров о том, что есть виски, у которых тона, запах, присутствует определенный спектр оттенков и они потом же проявляются на вкус, а есть виски, у которых вкус и запах абсолютно разный. то есть на запах у нас одно, а на вкус мы чувствуем совершенно другое. Есть такие, есть такие. Это встречается, это встречается часто, кстати. Вообще, знаете, в плане восприятия нашего, у нас восприятие, давайте я сначала оценку поставлю, а потом чуть-чуть еще поговорим о восприятии. оценка у нас будет вот это, 85 из 100. Рекомендую, если кто-то увидел. На сегодняшний день, в общем-то, цена абсолютно адекватная, нормальная, качественно сделан продукт, качественный купаж здесь, очень хорошая спирта, на мой субъективный взгляд, вкусная очень и достойная, очень рекомендую. Что касается нашего восприятия, вообще, нашего восприятия вкусов и запахов, оно очень может сильно варьироваться, причем зависит оно от многих, многих, многих факторов. Оно зависит от внешних факторов очень часто, то есть, мы, наверное, часто не задумываемся об этом, но многие из нас принимают какие-то лекарства. Многие из нас используют какие-то кремы определенные. Многие из нас в частности кремы с куртизоном, например. Очень сильно это все оказывает влияние и эффект на наши вкусовые и на наши рецепторы обоняния. Это очень важные моменты, которые вы всегда должны помнить, потому что наверняка у вас возникло такой вопрос, когда, допустим, смотрите, какой-то обзор меня, например, или там еще кого-то. И человек находит какие-то нотки, вы берете тот же виски и вы ничего не находите. Не потому, что я какой-то уникальный, мы все, в общем-то, 99,9% людей абсолютно имеют стандартные вкусовые и рецепторы и рецепторы обоняния вкуса и прочее, прочее. То есть я ничем не отличаюсь от большинства из вас. Если, конечно, тех людей, которые меня смотрят, есть там среди вас особенные люди, у которых очень сильно развито это чувство, но спешу вас заверить, их единицы на самом деле. не знаю, там может быть один на миллион, может быть один там на полмиллиона, может быть один на 10 миллионов. Знаю только один такой факт, что когда в каждой дистиллерии и в каждой компании, которая производит виски, есть или мастер, или блайндмастер, человек, который отвечает за создание купажей, человек, который отвечает за проверку, насколько дошли спирта, готовы они или не готовы. То есть это обычно люди, которые имеют супер обоняния. То есть, это люди не такие, как я и вы, а это люди, которые в этом плане уникумы. То есть, они улавливают все оттенки, они улавливают все. В парфюмерии, кстати, тоже есть такие. Так вот, интересная деталь, только не будем о них много говорить, но когда эти все люди собираются на какие-то там мероприятия, типа выставки или прочее, 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 куда приезжают там со всех дистиллерий, им запрещено, просто запрещено правилами передвигаться всем вместе. То есть, они не могут взять, купить билет на самолет на один рейс и все вместе полететь. Это просто им запрещено под страхом увольнения вообще, потому что делается это по той простой причине, что если, не дай бог, что-то произойдет и этот самолет упадет, то восстановить вот то количество людей вот именно с этим редким даром будет очень невозможно, это может нанести даже серьезный урон целой индустрии, поэтому они всегда передвигаются по отдельности. Вот такая вот интересная деталь. А что касается вас, обратите внимание на эти факторы. Когда вы проводите дегустацию, допустим, даже дома, старайтесь, чтобы не было каких-то внешних воздействий, то есть не зажигайте, допустим, ароматические свечи или там ароматические палочки. Чаще всего, не чаще всего, а старайтесь, чтобы была нейтральная, абсолютно нейтральная у вас атмосфера вокруг всего этого, чтобы у вас не мешало находить и открывать для себя вот эти вот новые вещи и новые запахи. Это, кстати, очень-очень-очень важный момент. И плюс наше подсознание, наше подсознание, которое играет с нами зачастую очень интересные вещи, такие как о цвете, о котором мы говорим. То есть человек очень часто выбирает именно визуально, поэтому мы часто видим вот эти вот бутылочки, в которых не видно цвета напитка. это делается специально, чтобы это не... что человек абстрагировался от этого, потому что мы покупаем очень часто глазами. Вы знаете, что дегустаторы, которые на всевозможных дегустационных или мальтмастеры, или блендмастеры, о которых мы говорили, когда они дегустируют, когда они подбирают спирта, они тоже, при том, при всем, что они люди уникальные, они не делают это вот в таких вот стаканчиках. Они чаще всего делают это в стаканчиках цвета кобальт, то есть темно-темно синего цвета, в котором не видно цвета напитка, потому что из-за темноты стекла, вот, чтобы это их тоже не производило деструктивное, визуальное, не влияло на них, потому что как бы хотим мы не хотим, все равно в подсознании это сидит. В этой области у меня, кстати, интересная деталь, я люблю готовить тоже, вот, я, соответственно, люблю иногда смотреть всевозможные передачи о шефах, о всевозможных кулинарных, в общем-то, каналов, которых сейчас немало, и вот, и я смотрел, значит, интервью с одним известным испанским шефом, который имеет двухзвездочные, по-моему, две или три звезды Мишленовский ресторан, очень известный, он его приглашают преподавать в известную французскую кулинарную академию, где там все Делосос и прочие-прочие-прочие шефы, ну, кто знает. Вот, так он рассказывал интересный момент, вот как раз о подсознании нашем, и о том, насколько наше подсознание влияет на наше восприятие, вкусовое в частности. Он говорил, что у них в его ресторане подавали, допустим, кальмары, и они заметили, что периодически люди жалуются на то, что кальмар слишком, слишком жестковат. При этом, проверяя это блюдо, они как бы находили, что все в порядке, то есть приготовлено в порядке, все нормально, он не жестковат, но почему-то жестковат. И через какое-то время они дошли, почему это происходит. Они увидели, что ножи, которые у них на столах, они недостаточно острые. И когда человек резал этот же кальмар, и он резался не очень хорошо, то есть резался с таким, с усилием надо было его резать, то автоматически мозг давал команду, что если плохо режется, значит, наверняка жестко. При этом с блюдом было все в порядке, с тем же кальмаром. Но подсознание наше работает именно на этом уровне. Что они сделали? Они просто заменили ножи на более острые, и после этого перестало, больше не было ни одной жалобы на вот это непосредственное блюдо. Поэтому очень часто все эти вещи играют с нами такой трюк, шутка. И очень часто мы воспринимаем по-разному, допустим, один и тот же напиток. Иногда я беру какой-то напиток, который я знаю, который я пил не раз, и он мне идет совершенно по-другому. И вдруг я накажу какие-то тона и какие-то оттенки, о которых я раньше не помнил. И очень часто люди, которые я знаю, что это такое, поэтому меня это не пугает. А у многих людей может возникнуть такая ситуация, сказать, о, я пил, было совсем другое, а тут вы чего мне подсунули. Я к этому говорю. Поэтому всегда надо относиться более мягко ко всему и брать в расчет вот эти вот все нюансы. Ну, довольно лирики. Спасибо за внимание. пейте мало, пейте ответственно и пейте качественные напитки. Продолжение следует... Продолжение следует...